Три режима, 18 часов работы батареи, новый планшет Lenovo Yoga Как видите, мы находимся в Барселоне, здесь только что закончилась презентация новых продуктов компании Samsung Среди которых вот этот новый Galaxy S5 Пятая версия этого смартфона, на мой личный взгляд, оказалась, пожалуй, одной из самых, наверное, инновационных Здесь много интересных инженерных решений Но почему-то из всех презентаций Samsung, которые я видел за последние годы, это оказалось самой короткой Она была красивой, но реально короткой, без какого-либо пафоса То ли они сменили курс и как-то немножко снизили этот градус безумия на сцене, то ли еще что Но вот как-то так, а теперь, пожалуй, стоит рассказать и о самом смартфоне Во-первых, теперь есть вот такая синяя версия, чего раньше не было Мне лично нравится, блестит под цветом нашего софита Говорят, что это металлизированный блеск Есть помимо вот этого синего варианта еще рыжий, белый и, естественно, черный На ощупь, кстати, крышка довольно приятная Такая мягкий такой приятный пластик При этом смартфон защищен от пыли и воды по стандарту IP67 Что позволяет ему не только погружаться под воду, как сейчас многие смартфоны умеют делать Но и валяться в пыли, внутрь ничего не забьется Хотя вот есть, например, открытый вполне порт для подключения наушников Ну и давайте пройдемся по торцам Сверху, помимо этого, есть инфракрасный порт На левом торце регуляторы громкости Снизу порт microUSB 3.0, широкий, с дополнительным разъемом питания Ну а справа кнопка включения Сзади находится новая 16-мегапиксельная камера Которая умеет фокусироваться на объекте с типа рекордной скоростью 0,3 секунды Это самый быстрый автофокус среди мобильных камер, как сказали нам сегодня со сцены Снизу можно подумать, что это вспышка На самом деле, да, вспышка там есть Но, помимо всего прочего, оказывается Galaxy S5 является первым в мире смартфоном Который умеет замерять ваше сердцебиение и измерять пульс Достаточно просто приложить палец, он включит красный диод и процесс пойдет Устройство работает под управлением системы Android 4.4 Он же KitKat, внешне интерфейс TouchWiz мало изменился Но, ребята сделали новое меню настроек Теперь это вот такие кружочки Много места, довольно-таки понятно, но неплохо Построен аппарат на базе нового чипсета Qualcomm Называется он Snapdragon 805 Здесь 4 ядра Create 400 с актовой частотой 2,5 ГГц Здесь 2 ГБ оперативной памяти, кстати, в отличие от того же последнего ноута, у которого 3 ГБ От 16 до 32 ГБ основной памяти С возможностью расширения с помощью карточек памяти до аж 128 ГБ Это неплохо Последнее, пожалуй, интересное в этом смартфоне Это наличие сканера отпечатка пальцев Вот в этой кнопке, угадайте, на что это похоже Теперь, как говорят в Samsung, вы сможете без проблем защищать свой смартфон Без проблем оплачивать покупки с его помощью Используя как электронный кошелек, ну и так далее Когда новый смартфон Galaxy S5 появится в продаже Пока, точнее, когда он появится, понятно, 11 апреля А вот по какой цене, не сказано Чипсет Qualcomm Snapdragon 805 поддерживает все последние системы передачи данных Это и последний LTE, и последний Wi-Fi Интересно, что здесь реализована функция Download Booster С помощью которой два этих способа передачи данных объединяются И вы можете скачивать файлы и любые другие данные на очень высокой скорости До 200 Мбит в секунду Насколько это достижимо в реальности, пока непонятно, надо тестить Заднюю крышку я, к сожалению, снять не могу Потому что, видите, здесь система безопасности Но на самом деле внутри находятся, помимо слотов для сим-карты и карты памяти Еще и аккумуляторы емкостью 2800 мАч Много это или мало, не знаю Но заявлено, что гаджет может очень долго работать от одного заряда батарей И, кроме того, еще интересный режим Дело в том, что здесь использован экран диагональю 5,1 дюйма с разрешением Full HD И это AMOLED И этот AMOLED может переходить в специальный черно-белый режим И когда у вас остается только 10% от аккумулятора Он переходит в этот режим И вы можете добиться от смартфона работы в течение еще 24 часов Правда, выключается передача данных Но, тем не менее, звонки вы совершать можете СМСки можете отсылать По-моему, довольно неплохая фича Опять же, нужно тестить в реальности, как это будет работать Все еще непонятно Это планшет Йога? Он самый Пробуешь режимы? Ну да Режим консоли Три режима? Ммм, такой разносторонний Да, я стараюсь Я про планшет Три режима, 18 часов работы батареи Новый планшет Lenovo Yoga Продолжение следует...